Привет, друзья! С вами канал Морозлайф и, как вы уже поняли с нашей обложки, у меня сегодня очередные хорошие новости для всех иностранцев, которые остаются сейчас работать в Чехии. 24 августа 2020 года, как раз в День независимости Украины, правительство Чехии приняло решение о продлении срока действия виз для иностранных работников. Сроки будут продлены до 16 ноября. Кстати, уже запутался, сколько они уже там продлеваются, какой раз. Это у нас первый раз было с 12 марта по 17 мая, потом по 17 июля, потом по 16 сентября и сейчас уже по 16 ноября. Так что так. Итак, главная новость. Иностранцы, заключившие трудовой договор со сроком действия в период с 12 марта по 16 ноября уже 2020 года, могут продолжать работать в Чешской Республике. Однако, после этого, владельцы краткосрочных виз или виз на срок более 90 дней, сезонных, замечте, должны покинуть Республику Чехия. Сейчас же опять перечислю те категории, которые работают по этим визам. Это у нас краткосрочная виза с целью трудоустройства, то есть обычная шенгенская виза. Люди, которые заехали еще до 12 марта и остались здесь. Краткосрочная виза с целью сезонного использования, то есть сезонные визы, это 6-месячные. Визы для пребывания более 90 дней для сезонного использования. И чрезвычайная рабочая виза, это меморадный процент визы. Все остальные визы, без визы, польские, венгерские и другие, должны были покинуть еще до 17 июля. Кто этого не сделал, ребят, тоже пеняйте сами на себя. Я понимаю, что есть люди, которые работают и дальше продолжают оставаться, но это уже ваше решение. Как покидать страну вы будете, опять же, не забывайте, что нужно обращаться в ЦЗНСКУ полицию, ставить штамп COVID-19, этого никто не отменял. Об этом, кстати, нигде не сказано, но в любом случае вам ничего не составит как бы сложного позвонить и узнать по поводу этой печати, ставится она где и как. С собой обязательно еще иметь все договора, которые вы продлевали с вашим работодателем, то есть с самого начала. Имейте в виду, что это будет ваше доказательство того, что вы здесь находитесь легально, чтобы потом не было вопросов. Вот такие вот новости. Для кого-то приятные, для кого-то, может быть, неприятные. Честно скажу, по коридорам, ребят, я не знаю, как будет выглядеть в дальнейшем информация о том, сколько вам нужно отсидеть в Украине, потому что я, честно, не владею этой информацией, и никто еще не давал такую подробную информацию, не рассказывал, как в реальности быть. Я думаю, этот вопрос лучше задавать визовому центру, показывать им свои документы. Они уже вам скажут, сколько вы должны отсидеть там этого коридора. Поэтому тоже, кто уже был в такой ситуации или будет, делитесь, пожалуйста, под видео в комментариях. А для всех наших новых зрителей и для тех, кто уже давно на канале, хочу поделиться такой информацией, как информация о наших предыдущих видео, видео, которые раскинуты в всех плейлистах, они есть в названиях. То есть один из плейлистов, самых популярных, это вот здесь вот можете переходить. Это плейлист новости, можете там быть информированы о всех предыдущих новостях, о всех выпусках, которые я вам рассказывал ранее. Вдруг кто-то что-то пропустил, поэтому переходите. Там еще есть много чего интересного, и по воссоединению семьи, и про работу на заводах, и так далее. Поэтому мы постоянно будем стараться это все обновлять со временем. Главное, чтобы достаточно было у нас этого времени. Вам хочу сказать спасибо за просмотр, конечно. Кто еще не подписался, обязательно подписываемся на канал. Насыпайте этому видео лайк, а все-таки новость реально хорошая. Будет и нам приятно, и вам будет, я думаю, тоже приятно, чтобы наш канал был раскрученный по максимуму. Всем удачи и до новых выпусков. Всем пока!